Приветствую всех, меня зовут Настя Маслова и данное видео будет являться обзором на один из инструментов, который есть в моей коллекции и этот инструмент называется окарина окарина является древнейшим духовым флейтовым инструментом выполнена она из глины, является керамическим изделием сделана она мастером Валентином Васильевичем Шкандыбином в его чудеснейшей мастерской Степной Дух и сегодня я предлагаю подробно, близко рассмотреть то, как красиво выглядит данный инструмент потому что это достойно не только внимания, но и уважения вы просто посмотрите на эту детализацию и этот дизайн дизайн я знаю, что является авторским и просто я проявляю максимальное уважение к тому, как красиво исполнена данная окарина сейчас я предлагаю посмотреть то, что находится в задней части данного инструмента значит, приобретая окарину, вы можете увидеть, что сзади у вас будет написано буква, слово и цифра если вы приобретаете окарину, которая выглядит вот так значит, буква означает ноту, тональность в которой она настроена, в моем случае буква А обозначает тональность ЛЯ дальше вы видите слово МОЛЬ, что означает МИНОР таким образом мы можем понять, что данный инструмент настроен в ЛЯ МИНОРе, и цифра обозначает количество нот, которые вы можете исполнить на данном инструменте в моем случае нот 5, поэтому цифра написана 5 кроме всего, вы можете найти здесь фирменный знак мастерской степной дух также в задней части вы можете наблюдать прикреплен кожаный шнурок надевая на шею который, вы можете быть уверены что ваша окарина никуда не выпадет, никуда не денется и она находится в полной безопасности система безопасности продумана на ура дальше в верхней части вы видите, есть свисток сюда мы будем выдыхать свой воздух, конечно же, с душой ну и да, отверстия, 5 отверстий для пальцев предназначены для того, чтобы вы поднимали пальцы и опускали пальцы, тем самым изменяя ноты и создавая свою собственную мелодию да, кроме того, у нас здесь есть отверстие, оно не для пальцев, оно является свистковым ну и есть сзади еще одно небольшое отверстие это технический момент для того, чтобы звук проявлялся на данном инструменте так, ну что, сейчас я предлагаю вам послушать то, как звучит звукоряд у данного инструмента ля минорная пентатоника я думаю, вы заметили, да, что играть на корене достаточно легко вы просто закрываете пальцами отверстия и открываете их подряд начиная с правой руки сначала правая рука открывает отверстие вверх потом левая рука открывает отверстие а потом, когда все отверстия остались открытыми вы можете пойти в обратном направлении 1, 2, сначала на левой руке, потом на правой 3, 4, 5 все, свою первую мелодию вы можете попробовать сыграть медленно как это сделала сейчас я потом вы можете попробовать сделать это быстрее А следующим шагом вы можете попробовать миксануть медленное исполнение с быстрым. Таким образом у вас получится разнообразие вашей первой мелодии. На окорине можно играть как медленные композиции, ваши собственные, так и быстрые, веселые, задорные. И именно это сегодня я и хочу вам продемонстрировать. И для начала сыграю медленную. В мастерской «Степной дух» у Валентина Васильевича есть очень много разновидностей окорин. Данное исполнено в таком виде и, как вы уже слышали, настроено в пентатонике. Также в мастерской «Степной дух» вы можете приобрести окорины, настроены в разных тональностях и в разных звукорядах, разных ладах. Миксолидийский лад, арабский строй лад. Одним словом, вы можете выбрать то, что вам по душе, то, что вам по вкусу, то, что вам по слуху. Вы всегда можете написать мастеру вопрос о том, какие окорины есть сейчас в наличии, в каких тональностях, в каком строе, какого размера. Кстати говоря, о размере. Мало кто знает, что большие окорины, они звучат низко, а те, которые поменьше, звучат высоко. Так что вы всегда можете выбрать то, что вам больше нравится, уже даже обращаю внимание на размер. Дальше. Сейчас я хочу исполнить для вас композицию более быструю, задорную и в позитивном настроении. Дальше. На этом мой видеообзор на сегодня завершен. Вся информация о приобретении данного инструмента будет находиться внизу под этим видео. Ну, а я желаю вам хорошего денечка и классного настроения. С вами была Настя Маслова. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok